Абаджание. Слово, которое ничего не значит для непосвященных, у тех, кто в теме, вызовет энергичную реакцию. О, Абаджание. Вы были в Абаджании? О, О. Это пространство энергетических доноров. Те, кто подпитывается чужой энергией, здесь случайно. Доноры в Абаджании не только привычно делятся своими внутренними запасами энергии, но и восполняют их. Мощную энергию излучают подземные залежи хрусталя и благородных горных пород, которые разрабатываются в копьях неподалеку. В местных лавках продаются изделия из них, призванные защитить их обладателей от новых заболеваний и помогать в лечении старых. Завсегдатай, а таких немало, ибо люди приезжают сюда, влюбляются в этот край и возвращаются снова и снова, Увешаны многочисленными нитками бус, их руки вибрируют многоярусностью браслетов, А дома копятся обработанные куски горных пород разных размеров, цвета и формы, которые они увозят с собой, как охранные грамоты. Главное же, что привлекает сюда паломников со всего света, это медиум, один из самых почитаемых в мире. Жоао от Бога, Иоанн Божий. В казу святого Игнасио в Абаджане, где расположился центр Жоао от Бога, приезжают люди с проблемами, точнее, признавшие, что у них есть проблемы, ведь они есть у всех, и готовые просить о помощи и принять ее из неведомого мира, в который решились поверить. Едут сюда в одиночку и группами. Гиды из разных стран везут в Абаджанию новичков, которым трудно ориентироваться в незнакомой стране и весьма специфической обстановке. Одной из таких гидов, Валерии, Тина решила верить на две недели свою судьбу. После тяжелой болезни у нее возникло множество осложнений. Врачи проворонили начало заболевания, да и теперь их помощь оставляла желать лучшего. Тина перепробовала все. Обращалась и к экстрасенсу Ирине, которая бывала в Абаджане и с большим уважением отзывалась о медиуме Жоао. Попытка не пытка, решила Тина. Не вылечусь, так хоть в Бразилии побываю. Столица Бразилии разочаровала ее. Широко разбросанные здания Немеера не создавали цельного облика города, хотя некоторые были архитектурно интересны. Из аэропорта Валерия провезла своих подопечных по городу, в основном по местам духовного назначения, которые, как и место назначения группы, отличались от привычных мест религиозных и культовых отправлений. У храма Доброй Воли в Бразилии свои апостолы – Толстой, Эйнштейн, Чайковский, Ганди. Ведомые Валерия и абаджанские паломники совершили здесь несколько ритуалов, которые были призваны по ночам встать на путь к выздоровлению. В их группе 10 человек – американец Джеймс и 9 русскоговорящих. Кроме Тины и Джеймса есть еще несколько человек из Нью-Йорка, а также женщина средних лет по имени Рано из Казахстана, Елена из России и мать с дочерью-инвалидом с Украины. Кроме Олеси, больной рассеянным склерозом, которую мать возит в инвалидной коляске, остальные на вид кажутся вполне здоровыми. Например, Алексей, могучий брюнет за 30, тоже приехавший с матерью. Он все время молчал, уставившись на одну точку. В Абаджанию прибыли затемно. Комнаты в гостинице, куда их привезла Лера, маленькие, но в них есть все, что нужно. Зоя, мать Олеси, увидев свой номер, вернулась, возмущенная, играя бровями. Как старомодный сливной бачок с цепочкой? Она от такого давно отвыкла. Лера объясняет Зое, что других здесь нет. И так ей с дочерью дали самый просторный номер, в котором кроме душа есть ванна. После ужина Лера побеседовала с каждым отдельно, помогая выработать стратегию лечения. Потом собрала всех во внутреннем дворике гостиницы и провела общий инструктаж. Объяснила, как одеваться. На территории Казы все носят только белое. Как писать записки? Записки составляют важную часть процесса исцеления. Их переводят на португальский и передают медиуму в момент представления ему очередного посетителя. А также кладут в специально отведенные места, прося в них не только за себя, но и за своих родных и близких. Всех, кто торок и нуждается в помощи. Когда-то Тина дружила с женщиной по имени Катя, писавшей удивительные песни. Незадолго до своей ранней смерти Катя спела очередной свой шедевр, где были строки, восхитившие Тину. «Промысел Божий, не зная, не ведая, я за судьбою безжалостно следуя, просьбой о помощи не согрешу». А теперь тебе не кажется. Может, попроси тогда Катя о помощи всем сердцем, со всей силой веры, то осталось бы жить, кто знает. Просьба, обращенная к высшим силам, это молитва. Не обязательно обращаться к кому-то конкретно. Ганди говорил, что все поклоняются одному и тому же духу, независимо от того, как его называют. Нужно только очистить свое сердце, ведь молятся не губами, а сердцем. Медитация сродни молитве, она открывает каналы общения с космосом. Особая атмосфера покоя в Казе ощущается сразу. Эти толпы людей в белых одеждах, делающих их похожими на ангелов, замедленной молитвой или общей медитацией, поток мыслей, устрепленных к добру, ровная, будто очерченная циркулем, открывающаяся со склона холма линия горизонта, за которую по вечерам прячется солнце, действуют умиротворяющие. Здесь, в Казе, с первого дня Тину сопровождали, казалось, давно забытые строки из песен ее ушедшей подруги. С годами связь стала ослабевать, а тут стихи буквально захлестнули, нахлынули на нее. Это переполнение хотелось с кем-то разделить, и Тина читала Катиной стихи своим новым знакомым, и они проникались силой этой поэзии, подпитывались ее энергией. Лера сказала, что Казу посещают души умерших, но только добрые духи задерживаются здесь, злые отторгаются. Наверное, дух Кати сопровождает вас здесь, она вам помогает. Ката писала когда-то, освобожденная душа взлетит каким-то высям горним, а кинет сверху не спеша, все копошение взглядом гордым. Интонация немного ерническая, но мысли были всерьез, и сейчас Тина чувствовала незримое присутствие свободной Катиной души. В кафетерии группе отвели длинный стол на террасе. Сидящие вдоль стены оказываются запертыми, подошедшими позже, и до конца трапезы не могли выйти за добавкой, но сидящие снаружи охотно приносили им соки, десерт, добавки еды и любимой всеми свежайшей папайи. Только Олеся мало ела, отказываясь почти от всего, что предлагала ей мать. Унылой, роботообразно, не глядя на собеседника, время от времени она подавала реплики, вроде «Мой муж говорит, что я дура, сама во всем виновата, он меня отселил, говорит, что примет меня, если я поправлюсь». Сидя в своем неизменном кресле, в котором мать возила ее по поселку, она безучастно смотрела вниз на свои босые ступни, косо стоящие на подножках. Зоя ничего плохого не говорила о зяте, бизнесмене из Днепропетровска. Он оплачивал лечение Олесе и ее проживание с матерью в любом месте, где прежила малейшая надежда на излечение. Так они оказались в Абаджане. Постепенно члены группы знакомились ближе, прояснялись причины их приезда в кассу. Джеймс перенес рак, унылевая была попытка самоубийства, Соня никак не может родить, у Лены нелады с пищеварением, хорошенькая Ара Мо три раза была замужем, но каждый раз неудачно, и вообще у нее вечная проблема с мужчинами. Когда Тина первый раз предстала перед Джоау, и Лера передала ассистентам ее записку, медиум, глядя куда-то сквозь нее, сказал коротко «На операцию». Тину провели в одну из боковых комнат, где на скамьях, какие обычно стоят в католических церквях, сидели люди в белом. Через некоторое время к ним вышел Джоау и сказал несколько фраз, потом он ушел и начал говорить один из ассистентов. Слов Тина не понимала, но почувствовала, как кровь начала пульсировать в пальцах рук, как будто заработал насос. Ей была знакома эта пульсация энергии в теле по работе с экстрасенсом Ириной. Из закрытых глаз потекли слезы. Лера потом объяснила, что так из организма уходит болезнь. После операции сутки нельзя было ни с кем общаться. Еду приносили в номер. Через три дня будут снимать швы. Да, швы, как при обычной операции. Происходит это заочно. Вечером, подготовившись к снятию невидимых швов, как ее проинструктировала Валерия, Тина долго не могла уснуть, пытаясь все это себе представить. А после полуночи с ней работали. Энергия сильно пульсировала в теле, дыхание стало глубоким, только не было фиолетовых вспышек, как когда ее на расстоянии лечила Ирина. Что ж, что-то явно происходит. Будем надеяться, что поможет. Будни в Казе шли своей чередой. Ежедневный лечебный суп, операции, медитации, походы к целебному водопаду, кристаллические ванны и другие процедуры. В свободное время хорошо было просто сидеть на склоне, на деревянной скамье, вырубленной из ствола могучего дерева, и смотреть на обширную долину внизу, простиравшуюся до кольца гор на горизонте. Тина вспоминала свою бабушку-атеистку, и как она незадолго до смерти сказала, «А я снова стала верующей. Думаю, никому это не мешает». Вернулась ли она к вере отцов или просто стала верить в силу добра, в силу молитвы? Говорят, молитва и медитация замедляют биотоки до ритмов трех-четырехлетнего ребенка, но ведь и поэзия может так действовать. Наверное, она дана в помощь и утешение лишенным умения молиться. А священные книги разных религий, что это, как не образцы высокой поэзии? И в стихах вдруг тоже обнаруживаешь попытки молитвы и медитации, а над ними, как вершина, лермонтовская молитва чудная. Сегодняшний мир стал слишком материальным, ложно-виртуальным. Он вторгается в духовные сферы, пытаясь их собой подменить. Религия власти, религия денег вытесняют мешающие им традиционные религии. Добро ищет опору, чтобы удержать в мире хрупкое равновесие со злом. И люди ищут себе подмогу в древних учениях, в местах силы, где, согласно поверимому опыту, лечит сама природа. В католической казе, помня о христианском братстве людей, принимают все религии, все верования. И неверующих тоже. Ведь даже неверующий человек во что-то верит. Но одной веры недостаточно. Нужно постоянное деятельное движение от разрушения к созиданию. И вдруг в их группе что-то изменилось. Двое самых молчаливых и страдающих стали паром. И забил, усиливаясь каждым днем, фонтан энергии. Олеся преобразилась. Ее кожа налилась и дышала свежестью. Распрямились плечи. Здоровым блеском отливали струящиеся по плечам густые черные волосы, схваченные над олбом яркой лентой. Во всем облике появилось сияние. И вот уже она сама крутит колеса своей коляски, торопясь к Алексею. Он наклоняется, она шепчет что-то ему на ухо, и они улыбаются. Улыбаются. Их лица цветут, в глазах свет. Когда улыбки зажигаются на лицах людей, забывших, как улыбаться, это чудо невыразимое. Как описать это? Только так. Алеша. Леся. В этом было все. Жизнь, счастье, любовь. Эти еще вчера безнадежно больные люди не только сами зажглись надеждой, но каждой улыбкой, каждым взглядом, устремленным друг на друга, дарили надежду окружающим, привезшим сюда свои болячки и проблемы. Все увидели воочию. Пока мы живы, жизнь может повернуться и засверкать, как драгоценные камни, поймавшие свет. Теперь они всегда вдвоем. Леша катит коляску у Олеси, мамы оставлены далеко позади. Их матери такие разные, но обе с характером, командирша по натуре. Может быть, поэтому в их детях ощущается мягкотелость и неуверенность в себе. Алексей готовился стать врачом, но нервный срыв и жестокая депрессия вынудили его прервать стажировку. А Лесина болезнь началась после автомобильной аварии, в которой пострадали ее муж и дочь. Она же осталась невредимой. Они поправились, в том числе и ее стараниями. Она же, мучимая чувством вины, которые усердно культивировали в ней муж и особенно дочь-подросток, была сражена страшной болезнью. За ужином Леся и Леша сидят в торцах длинного стола, глядя друг на друга. Мир для них не существует. Остался за бортом. Живы только они и их любовь. И всем, сидящим за столом, перепадает от их любви. Все дышат воздухом, заряженным любовью. Есть прогресс, не то спрашивает Нинод, утверждает Рано, обращаясь к матери Олесе. Конечно, отвечает Зоя. Неделю назад это были дрова, а теперь это женщина. Да ли уж и никто со мной так не говорил, вступает Олеся. Немного косноязычно, но уже не роботоподобно. Она разворачивает свою коляску и мчится мимо обедающих к другому концу стола, где сидит он. Как откровенно в проявлении своих чувств эта молодая женщина в инвалидном кресле. Сколько в ней доверия и веры. А Леша, все в жизни возможно. Лейся, надо только любить и верить. В канун судного дня, который пришелся на время их пребывания в Абаджане, Валерия предложила группе пойти с ней в казу, где она до заката будет читать псалмы Давида. Когда-то они помогли ей во время тяжелых испытаний, и теперь она с ними не расстается и каждый год читает их вслух в этот день, где бы ни находилась. Лера села на скамейку под манговым деревом, все расположились перед ней. Псалмы, номера которых соответствовали возрасту присутствующих, она подгоняла под каждого, вставляя в текст нужные имена. Прочитав псалом, Лера поясняла его значение. Прощение, благословение, мощь, мир и гармония. А вот это что-то грандиозное и страшное, слишком большое, чтобы описать в двух словах. Одни успокаивались обещанием облегчения, другие находили печальное совпадение со своей судьбой. Неля даже всплакнула, услышав, что была на краю пропасти, и чудом избежала смерти. После чтения очередного псалма все дружно говорили «Аминь», а Зоя и Неля осеняли себя широким православным крестом. Но общее ожеломление наступило, когда Лера начала читать псалом для Олеси. «Господи, не в гневе Твоем наказывай Олесю, и не в ярости Твоей корай ее, ибо стрелы вонзились в нее, и опустилась на нее рука Твоя. Нет здорового места в плоти Олеси из-за гнева Твоего, нет мира в костях ее из-за греха ее, ибо грехи Олеси захлезнули голову ее, как ноша тяжелая, невыносимо тяжелая не для нее. Согнулась Олеся, поникла совсем, весь день мрачная ходит, ибо чресла ее полны воспаления. Ослабела Олеся, удручена чрезвычайно, рычит от крика сердца своего. «Господи, перед Тобой все, чего хочу я, и стон мой не сокрыт от Тебя. Сердце мое волнуется, покинула меня сила моя, даже свет глаз моих, и его нет у меня. Любившие меня и друзья мои вдали стоят из-за бедствия моего, и ближние мои поодаль стоят. Устроили ловушку мне ищущие души моей, а желающие несчастья мне говорят злое, и замышляют коварное. А я, как глухая, не слышу, и как немая, не открывающая рта своего. Ибо на Тебя, Господи, надеюсь, Ты ответишь, Господь Бог мой. Не оставляй меня, Господи Божий мой, не удаляйся от меня. Спеши на помощь мне, Господи, спасение мое. Так молила Олеся устами Леры, словами священного писания. Лера закончила. Все молчали, только Зоя перекрестилась. Олеси не было рядом с ней. «Где Леся?» – чуть слышно спросила Тина. Зоя качнула головой в сторону заходящего солнца. Все оглянулись. Недалеко от скамеек, где они расположились, находилась продолковатая бетонированная площадка с параллельными брусьями. Олеся, ухватившись руками за брусья, шла между ними, приволакивая ногу с искривленной ступнёй. Каких усилий стоили ей эти крошечные шажки? Но она изо всех сил шла вперёд, пока вознеможение не повисло на брусьях. Какой подъём духа испытали все, как будто это было их общей победой. Мать поспешила усадить дочь на коляску. Раньше не могла Еле уговорить, а тут сама захотела. Лёша увёз Олесю, а Лера продолжила чтение. Солнце село. Они возвращались из сказы, наперебой подбадривая Зою, уверяя её в возможности выздоровления дочери. Вспоминали Марину, здешнюю любимицу и легенду, которая излечилась в Абаджане от рассеянного склероза. У передней стены гостиницы каменная завалинка, облицованная кафельом, на которой постояльцы любят посидеть на досуге. В день отъезда группы Алексей сидел на завалинке, рука в руку с Олесей, прикормившей на коляске подле него. Все уезжают, а она остаётся с матерью в Абаджане ещё на месяц. На Олесе изящные серёжки, зелёный камень в серебре – подарок Алексею. Он сам в делах ей в уши. Её полупарализованные пальцы плохо слушаются. Олеся подносит к губам и целует его пальцы. Сильные, нежные, щедрые. Спасибо, Алёша. Занимайся каждый день, напутствует её Алексей. Кушай фрукты. Это то, что мы все слышим, а она слышит то, что не сказано вслух. Ты такая красивая. Я хочу, чтобы ты поправилась. Совсем слышишь? Ты будешь, будешь, будешь ходить. Не надо ей фрукты, говорит Зоя. И так щёпки толстые. Мы её слышим, а они нет. Алёша, береги маму. Интимным полушопытом наставляет его Олеся. И он понимает. Помни обо мне. Люби меня. Спасибо тебе. Алёша. Он такой сильный, с мощным торсом, руками и ногами атлета, разбудил её сердце, распрямил душу, вдохнул жизнь в её, сломленное недугом тело, и ушёл сам, как заколдованный, сказочный богатырь. Она узнала, что она не одна, что нужна кому-то такая, как есть, больная, почти обездвиженная. Ведь хуже всего, хуже болезни, одиночества, чувства никому не нужности. Будет ли она ходить? Распрямятся ли её ноги, как уже распрямились плечи и шеи, возвратив ей природную царственную осанку? Главное, теперь у неё есть цель и страстное желание достичь её. И любовь, потерянный свет её очей, вновь и претённый здесь, в Абаджании. И вера. Сказано, каждому воздастся поверье в Бог. Спасибо. Спасибо.